друзья смотрите мне пришла вот такая ткань я хочу из нее значит сшить из новогодней ткани как вы уже можете догадаться что-то новогоднее а именно я хочу сшить наволочки на диванные подушки 45 на 45 сантиметров думаю две или три по моему на 3 должно хватить у меня отрез я посчитала если еще останется сошью дорожку на обеденный стол а значит вот эта черная ткань такая классная мне очень понравилась я из нее хочу сшить фартук на тему итальянской кухни здесь и кофе и тортеллини пицца ризотто паста вот так они ярко смотрятся в кадре и шить очень люблю хотя вовсе не профессионал но мне очень нравится это занятие меня она расслабляет успокаивает поэтому давайте сошьем что-нибудь вместе и я вам потом продемонстрирую что у меня получилось вот у меня здесь есть замеры нам понадобится основная часть две детали грудки карман две детали пояса две завязки и две маленькие детали на петле эту ткань вместе с новогодней тканью я купила в магазине на распродаже мне показал цена просто какой-то невероятный эта ткань длиной 2 метра 80 сантиметров мне обошлась если я не ошибаюсь всего в два с половиной евро и новогодняя ткань тоже поэтому я естественно даже не сомневалась ткань всегда пригодится всегда найдется то что можно сшить ну что ж приступаем к выкройке в следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, я выкроила все необходимые детали для пошива фартука и теперь можно приступать к шитью. Так, теперь нам нужно оформить карман. Аккуратненько подгибаем верхнюю часть и прошиваем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, я уже на финишной прямой. Мне осталось пришить грудки завязки и сшить грудку сам фартук. Я кладу завязки, швом к изнанке и эту сторону точно так же. И накладываю лицевую часть грудки и вот так вот по краям прошиваю. Вот я вставила петельки в пояс с той и с другой стороны и вставила грудку. И теперь нам нужно вот так вот одним швом все прошить. И наш фартук будет готов. Чем мне нравится этот фасон? Тем, что он универсальный. То есть каждый может завязать завязки согласно своей фигуре. Ну все, мой фартук готов. Теперь можно приготовить что-нибудь вкусное по-итальянски. А готовить мы будем вот такую вкуснейшую, сочную фока-пиццу. Называется она так, потому что за основу берется тесто для фокачи. Но именно на этом тесте я выпекаю пиццу. Как известно, фока-ча и пицца это блюда итальянские. Но что интересно, по-испански фока это тюлень. Что еще раз подчеркивает, какая вкусная и жирненькая пицца получается. В моей семье обожают этот рецепт, потому что он на самом деле очень простой, а получается невероятно вкусный. Поэтому давайте приступать к ее приготовлению. Итак, что нам понадобится для рецепта? 300 грамм муки, 230 миллилитров воды, 1 чайная ложка соли, пол чайной ложки сухих дрожжей и 7 грамм оливкового масла. Как всегда, начинаем рецепт с просеивания муки. Это очень важно, так тесто будет более воздушное и более пышное. Далее в просеянной муке делаем углубление и добавляем все оставшиеся ингредиенты. Соль, дрожжи, оливковое масло и воду. И все, можно сказать, тесто готово. Нужно это просто, все как следует, перемешать до однородного состояния, чтобы не осталось непромешанных кусочков муки. Чем мне нравится этот рецепт, тем, что не нужно ничего вымешивать, пачкать руки, тестомес, просто перемешать ингредиенты и оставить на определенное количество времени. Все, все остальное за вас сделает время и дрожжи. Получившееся тесто закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 12 часов. Итак, по прошествии времени достаем тесто из холодильника. Вот оно как выглядит, все пронизано полностью пузырьками. И теперь его аккуратно нужно переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Аккуратно, чтобы не повредить нежную воздушную структуру. Тесто пока еще холодное и с ним сложно работать, поэтому мы его прикрываем пищевой пленкой, смазанной оливковым маслом, и оставляем отдохнуть на рабочем столе 15 минут. И вот уже теперь, по прошествии этого времени, тесто отдохнуло, чуть-чуть согрелось, и теперь мы можем его растянуть по форме. Руки я смазываю оливковым маслом, потому что тесто довольно липкое. И вот такими похлопывающими движениями я растягиваю тесто до необходимого мне размера. Теперь снова накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в теплом месте подниматься минут на 40. Посмотрите, как замечательно поднялось тесто по прошествии времени. И теперь наша задача снова смазать руки оливковым маслом и вот такими опять движениями, вдавливающими, сделать углубление на тесте. Поскольку тесто получается намного толще, чем на привычную обычную пиццу, его нам нужно вначале запечь просто так, без начинки. Я разогреваю духовку до 240 градусов и ставлю туда тесто на 10 минут. И пока тесто выпекается, подготовим необходимые ингредиенты для начинки нашей фокопиццы. У меня на этот раз шампиньоны портабелло, томатный соус, вяленые томаты, шарики моцареллы, оливки, натертая моцарелла и колбаска папирони. Первым делом я хочу немножко улучшить вкус томатного соуса и добавляю туда сушеный чеснок, сушеный базилик и черный перец. Достаю слегка подпеченное тесто из духовки и начинаю формировать нашу фокопиццу. Как я уже говорила, вы можете положить ингредиенты по своему вкусу. Это может быть бекон, это может быть лук, это могут быть самые различные добавки, которые вам нравятся и к которым вы привыкли. Сформированную пиццу возвращаем в духовку еще на 15 минут при такой же температуре 240 градусов. И вот такая фокопицца у нас получается. Пышная, мягкая, нежная, невероятно вкусная. Сейчас отрежу кусочек и покажу, какая она получается внутри. Она еще горячая, поэтому разрезается довольно сложно. Толстая, но при этом воздушная, пронизанная пузырьками, тесто для фокачи и вкуснейшая начинка. Это очень-очень вкусно, я вам рекомендую. Это один из любимых наших семейных рецептов. Ребята часто у меня ее просят, я им с удовольствием готовлю, потому что на самом деле это быстро и совсем не сложно. Я специально дождалась, когда пицца остынет и отрезала кусочек, чтобы продемонстрировать вам именно как выглядит тесто в этой пицце. Вот такое оно получается. Большое, высокое, но очень нежное и вкусное. И, конечно, по этому рецепту запросто можно приготовить обычную фокаччо. То есть все делать точно в такой же последовательности, но только вместо начинки для пиццы положить ингредиенты для фокаччи. Например, маленькие половинки помидорок черри, травы, оливковое масло и выпекать сразу в течение 25-30 минут. Это тоже очень-очень вкусно. Ну что ж, на этом мой итальянский влог подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Благодарю вас за то, что были вместе со мной. Готовьте, шейте, экспериментируйте. Я желаю вам всего самого доброго и до следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok